Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 17 выпуск второго сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В прошлом выпуске берег не только позволил мне выжить и вынести гору лута, но и переделать несколько квестов за раз. Очень надеюсь, что сегодня не менее удачный денёк. С наступившим всех днём знаний и лёгкой учёбы ученикам и студентам, родителям же терпения и достатка в обеспечении учёбного процесса. Сегодня буду катать на евросерверах, нужна сегодня активность и нужны юсеки на берегу. Единственное, на момент записи ещё в силе ивент с боссами, а это может стать большой проблемой выполнения квестов в санатории. Но, возможно, тем интереснее получится сам игровой процесс, так что ноги в руки и на промыслы, братва. Пепперонин, Руслан, Кей Ди Ви Мэн, Лигдер, Дроид и Хе-Хе. Спасибо большое за щедрые бонусы. С каждым годом игры становятся всё более требовательными, и Тарков не является исключением. Всё чаще и чаще геймерам приходится обновлять своё железо. На помощь игрокам приходит компания HyperPC. Вы только посмотрите на этого монстра. Сайбер. Этот ПК обладает не только сногсшибательным дизайном, который можно изменить, как ты захочешь, но и лучшей начинкой. Чего только стоит видеокарта NVIDIA GeForce RTX 30-й серии. Это не только лучшая графика и высокий FPS даже на высоких настройках, но и запас мощности, которого хватит надолго. Благодаря технологии NVIDIA Reflex ты сможешь снизить задержки в игре, повысить меткость и отзывчивость системы. А технология NVIDIA DLSS сможет повысить частоту кадров и одновременно улучшить настройки качества графики. А ещё у тебя есть возможность зайти в конфигуратор и собрать себе своего зверя. А специалисты из HyperPC не только протестируют ПК, но и разгонят его под ваши нужды. Переходи по ссылке в описании и стань лучшим прямо сейчас. По четвёртому карателю в прошлый раз мне удалось продвинуться вообще в плане убийства ЧВК на побережье. Поэтому сегодня однозначно берег за ЧВК. Как и говорил, выбрал два европейских сервера, Франция и Германия. Нужны Юсеки по квесту Друг Запада. Если вдруг кто-то попадётся и удастся его убить, то будем надеяться, что это будет Усек. Игра наверняк. Три маркера беру с собой. Мне нужно будет медконтейнеры у санатория, коттеджей и на пирсе пометить. Это нужно для лыжника. Коллеги, часть вторая. Найти в рейде, помеченный синим символом хирургический набор, находится в Норвенском. И офтальмоскоп с маркировкой находится в коттедже. Поэтому ключ от коттеджа я тоже с собой взял. Дальше. Врачебная тайна, часть вторая. Обыскать комнату в санатории на информацию о судьбе исследований террогрупп. Мне нужен будет ключ от западного крыла 306 комнаты. Не знаю, вообще получится мне зайти туда или нет, пустят ли меня. Боссы, мать их. Но ключ с собой возьму. Кабинет химии тоже взял с собой ключ. Нужно найти кабинет санитара в санатории. Это первый этаж. Если будет тихо, то можно будет и сюда заглянуть. Квестов, короче, куча целая. Делай, не переделай. Плюс ещё там висит тарковский стрелок. И для егеря надо найти ещё две целые флешки. Потому что это стало ручником каким-то в развитии, блин. Поэтому первый рейд предлагаю идти не за ЧВК, а за Дикого. За Дикого мы пойдём на резерв. В прошлый раз флешки две нужно, которые мне было. Я нашёл как раз на резерве. Одну случайно нашёл на таможне. И нужны ещё две флешки. Цель рейда простая. Обшарить картотеки. Картотек очень много в чёрном коне, в штабе. Ну и попутно, где знаю, там пошаримся. О, какой спаун, ты посмотри. Посмотри, я прям вот под чёрным конём. Это прям подарок судьбы. 35 минут ещё у меня в запасе. А, только тут пом... Нет, не смотрели. Ну скажи, что не смотрели. Нет, не смотрели, скорее всего. Хорошо. Это нам нравится. Короче, если найду... ...шу свеча. Выходить буду. Скорее всего, на КПП. Дыра в заборе у КПП. Там, по-моему, выход называется. Под чупа-чупсом который. Ну что, там, рядом прям с этим КПП, в помещении ещё есть картотеки. И там мы тоже попялимся. Так, гайки продадим. Такой вот он путь со дна, тернистый. Думал, сейчас как-то навалюсь на... ...этоого самого... ...карателя. Как переделаю, как большой подсумок заберу и всё, и потом в ус не дуй. А нет. Стопориться в таком случае производство в убежище. Стопориться. Выполнение каких-нибудь квестов. Всё на самом деле взаимосвязано. И надо как-то более сбалансировано, что ли, прокачивать всех торговцев. ...без очевидных рывков. Вперёд. Там куча целых интересных бартеров. Интересных предметов на продажу. Которые помогают хотя бы в том числе и оружейник закрывать квесты. Так что, почему бы и нет? Почему бы и не закрыть пару квестов для егеря? Тем более, что мне надо немножко деньжат подфармить. У меня... ...финансовый вопрос... ...стоит... ...такой. На грани, короче. ...что есть, то нет. Можно было бы, кстати, горцануть сейчас по квестам... ...мммм... ...мм... ...ммм... Переделать оружейника Там можно деньжат и опыта Подкрутить неплохо Но тоже Это придется отдельный выпуск делать С этими с оружейниками Поэтому лучше по одному За выпуск Чтобы и глаз не замылить Так сказать Фигня, нету тут ничего Во где Картотек гора целая 204 У меня по-моему есть такой ключ Газаны, свечки Все, что хочешь Тут тебе, да? В картотеках В этих Кек, лента Все, что надо джентльмену На начальных уровнях Напортачил Поторопился 308 Ну давай уже USB мне просто Флешечку Бам Нет Давай две сразу Понятно Тут компьютера Нема Староканили Значит Мы пойдем Теперь флешки Искать На На куда Можно в белого коня Сходить еще Вкусняшки О, кто-то На диких местах Дыра В забор Нет В забору КПП Вот Вот этот выход Мне нужен будет Полчаса у меня еще есть Пошариться Давай в белого тогда Что по патронам у тебя Браток О, БТшки Я б забрал Все не покупать потом Во Пойдет Здесь у нас еще пару Курточек Еще вон сушняк Стоит на Тумбочке Опа О, ключ директора Заправки Заберем Это ключ от Сейфа Нет, не от сейфа Набрал От комнаты Ну От кабинета Директора Заправки Новой Заправки На таможне Я еще решал Оспавниться Вот там у него В кабинете Как раз и Сейф стоит Она будет Сейф там Смотреть На наличие Антиквара Финансов И прочего Вошь Маску Заберем Она стоит Денег Я не знаю Что с ней делают До сих пор Так и не Выяснил Но мне как-то Без разницы За нее платят Неплохо Это все Что мне Надо знать Ну и тут Пару магазов Точно Может мы ОФЗ Сейчас Какой-нибудь Найдем Снаряд Для БМП Бывает Валяется Это что такое Там бегает А это Наш Бот Мы пошли В белого Тогда О Здрасте Нормально Это тоже У нас С БТшками Небось Ну-ка Покажи Тоже БТшки Прикольно А тут А тут Вообще Фунджай Вау Так В белом коне У нас есть еще Ой, мать Что-то я Напугался От неожиданности О, да тут Блин Неплохо Так ходить Как этот Натуре Как этот Как падальщик Тот Он по-моему Даже ЧВК Лежит Они Дикий Еще Газан Опа 222 Заберем Не знаю Че он там Цены Нет Потом Посмотрим Дома Вот Вот Картотеки Там Еще Наверху Ящики С картотеками Так А 220 По-моему Стоит Денег Давай заберем Тут такое ощущение Как будто Кто-то Крадется Здесь А там Кроме Дикого Здесь Только Челобот Дикий Бо Наверное Чувака Там Не Разрешил Гулять Так Че У нас За товарищ Тут Рукзак Заберем А Так Это Надо Мно И Наверху Кто-то Лутается А че Ого Нифига А че Он А че Он его Не Размотал Понятно Собирает Собирает Лут Слыш Сто Четвертый Кто его убил Вообще Его Чувака Убил Слушай Не 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 Тут По-хорошему Там Чувака Наверху Блин А мне Чувака Нафиг Близко Не нужен За Одной Картотеки Сейчас Там Рубиться С ним Что-ли Он Спускается По-моему Да пошел ты В баню Вот там И сиди Так Тогда мы Знаешь Куда Довонем Главное Чтоб он С окна Мне сейчас Не зарядил По спине Давай тогда КПП Глянем Вот там Здание Не Че За возня Началась Нифига Подождите Не убивайте Опа Твою Маковку Ну че Ты Кого Ты Начал Та стрелять По мне Блин И как Мне Выходить Теперь Мне У меня Выход Тут Вот Рукой Подать Пожрем Хотя Бо Чтоб Ему Ничего Не досталось Если Завалит Тут Еще Два Ящика С Картотеками Их 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 Интересно Мне Посмотреть Так Вот Так Вот Все Перекладываем Домой Так Так И вот Так Вот Так Все Симпатично Да Забор У КПП Все правильно Я здесь Должен Выйти Опачки Есть Дис Ахатрый Теперь Лутаем Сейчас Отличаются Три Как Флешка Откроется И С Флешкой Мне Надо Будет О Еще 220 Выйти А Лучше Две Сразу Чтоб Я Все Локти Искусал Серьезно Это Флешка Это Флешка Мне Надо Выйти Теперь По Любасу Дикий Вряд ли Бы По мне Стрелял Да Это ЧВК Очевидно Что ЧВК Ну 203 Что-то Стоит Или Нет 220 Точно Че-то Стоит Вот Как Мне Его Теперь Вычислять Че Мне С ним Делать Или Тут Поночевать Пока Досидеть До Темна А Может Я Между Дос Где-то Увижу Хотя Он Тоже Меня Увидит Между Дос Да Если Захочет Тогда Обезбол Обезболится Пофиг Попьем Чтоб Чуточку Сильнее Быть Не знаю Или Просто Метаболизм Покачать Покормить Его Перед Смертью Ладно Че У меня Другого Выхода Нет У меня Ты Ж Меня Выпустишь Да Ты Ж Выпустишь Меня Да Ладно Он Выпустил Меня Ой Хорош Получите Распишитесь Флешку По мутному Делу Одну Егерю Отдали Найденный Жетон Тоже Передаем Друг Запада Часть Первая Хорошо Без убийств Носим Жетоны Теперь Черед ЧВК Закупился я Ключами Полностью Барахолка Позволяет Мне это Делать Всякие Плюшки Пердушки Все Патроны Набрал Вторичку Я готов Берег 11 Страховать Егеря Глядеться Че тут у нас Тихо Не видно Не видно Не слышно Никого Но ближайшая Точка По идее Норвенский Мне надо Здесь Три ноги И две головы Вау Можно использовать И глушитель И оптику Так что Проблем Нет Давай Тогда Наверное Этот самый На Норвенский Пойдем Но по пути Хочу заглянуть Опа Пошла возня Все Ожил Народ Ожил Чупик Глянем Обойдем Как-нибудь Его Чтоб Дистанция Была Удобная Если Вдруг Там Дикие Есть А тут Нет Никого Да Тут Никого Нет Нормально Нормально Но зайти Я думаю Стоит Потому что Там Как минимум Картотеки Есть И сейф Может быть Я тогда Сейчас Последнюю Флешку Найду Сумка Не лукана Никого Видимо Не было Здесь Посмотрим Че Почему бы И нет Может Мне получится Сейчас Какую Нибудь Эту Самую Флешку Найти Все Я закрою Квест С флешками Не буду За них Переживать Сейчас Пока нет Ни одного Квеста Который Я бы Выполнил В ближайшее Время Возможно Только Тарковского Стрелка Сделаю Потому что Там Не особо Товно Сложный Как-то Главное Чтобы Дикие Были О А сейчас Я тогда Знаешь Как сделаю Я сейчас Портовую Зону Посмотрю Там Вдоль Дороги Должны Товарищи Бегать Надо Надо Какую-нибудь Какую-нибудь Точку Из маршрута Исключать По-любому Либо Норвенский Либо Лазурный А то Мне Где бы я не Появился На карте Мне придется Зигзаги Нарисовывать Постоянно Наверное Норвенский Будет правильный Сначала Сходить Блин В этих ГСШ Если честно Слышимость Такая Упоротая Надо было Их Продать Нафиг У них Такое Ощущение Что Ты Не Нет 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 Лев Ты Не Можешь Со мной Так Поступить Я Че Теперь Должен Ходить По локации Трястись Из-за Того Что У меня В рюкзаке Лев Которого Я Не Мог Найти В Прошлом Вайпе Блин Надо Выносить Льва Я Думаю Пойдем Тогда На Норвенский Что Ли Я Не Хочу Ходить На Лазурный С Львом Погнали Вниз К воде Это Вот Мы Выпьем Добро А Кофе Заберу Наверное Нормально Вот Вот Этого Вот С Этого Камня Где На Крапиве Я Теперь Прозвал Вот Отсюда Можно Порт Посмотреть Что По-моему Тишина Какая То А Нет Есть Один Ну Ко Сдвигай Ноги Попал Не Попал Что Заныкался Но У меня Тебя Братишка Ждать Не Вариант У меня Лев За Спиной Что Там Вообще Произошло Да Попадание В ногу Произошло Хорошо Ну Ждать Мы Тебя Пожалуй Не Будем Не Хочет Выходить Ну Надо Ждать Пока Он Успокоится Пока Он Себя Пробьет А Может Он Там От Кровотечения Какого Нибудь Загнется А Я Буду Сидеть До Мне Близко Даже Не Нужен Даром Если Блин Будет Работать На Норвенском Выход То Я Пожалуй Выйду Я Бо Хотел Вынести Льва Я Понимаю Что Это Вот Она Крапива Кстати А Это Уже На Гэс Да Взрывают Я Понимаю Что Много Всего Надо Переделать И Планы Другие Были Но Льва Вынести Из Рейда Это Уже Совсем Другое Кстати На Заправке Надо Посмотреть Может На Заправке Будет Типов Какой Серьезно Никого Или На Той Старе Заправки Или Вас Кто-то Перебил Сейчас Гэс Могут Спускаться В эту сторону Ну да Или Это Загаз Дальше Было Что-то У меня Нездоровое Такое Чувство Что Кто-то Наблюдает За мной Что-то Вот Сейчас Что-то Будет Это Все Из-за Того Что У меня Лев За Спиной Отвечаю У меня Какая-то Паранойя Начинается Надо Избавиться От него От Льва Надо Его Вынести И Все Чтобы Он с Галкой Дома Лежал Красивый Плюс На Норвенском Еще Пару Этих Есть Пару Сейфов Картотеки Поглядим Босс Вряд ли Тут Тереться Будет Они Сейчас Все На Лазурке С Решалой На Пару Там Губ Компания Та Еще Комар Нос Они Подточит Я Даже Не знаю Как Я Буду Закладывать Маяк Там Еще Маяк Надо Закладывать В таком Откровенно Открытом Месте Все Тихо Вроде Никого Вот Он Хирургический Набор Синей Изолентой Это Как Подзадача Вот Они Доляры Вот Они Рубасики Еще Рубасики О SSD Пардадим Надо Пометить А то Я Что-то Разбежался Сразу Лутаться А Здесь Закладывать Надо О Ребята Ну Это Точно Проблема Будет В Санатории Закладывать Ты Представь Мне Надо Будет Сидеть На Открытой Местности Возле Газели Этой Скорой Помощи И Закладывать Вот Так Прятать Короче Вангую Пока Этот Ивент Идет Вряд ли Я выполню Этот квест Хотя Нифига Может быть Там Пацанчики То Сразу Чувак То Заряженные Бегут Туда Сразу Типа О Там Этот Санитар Перешала Ведь Бывало Уже И не раз Такое Что Приходишь А там Уже Все Блин Череп Тоже Забрать Нет Все Я Домой Всем Пока Это Можно Вытряхнуть Чаек Вот Доки Смотри Как Выручают А вот Сейчас Мне пришлось Слота Иметь В рюкзаке Еще Где Нибудь Что Там У нас На горизонте Дикие Какие Нибудь Или Еще Кто Посимпатичнее За Дикими Надо Чуть Дальше Идти Туда На ту Сторон Где Остров Хотя Я был Уверен Что На заправке Кто-то Будет Ну и Ладно Смотрим Шума Никакого Тут Не было Ни стрельбы Ни взрывов Так что Надо Попялиться Че В картотеках Тут же Флешка Лежит Ждет Меня Да Ну Серьезно И Вот Флешка Ой Еще Спящий Жесть Последняя Надежда Понятно Откусить Что-нибудь И Подтереться Честно говоря Хочется Вытяну В глубине Души Я даже Не расстроюсь Если Не работает Выход А выход О Работает Зашибись Я тогда Выйду Я лучше Вынесу Льва Понятно Что Какой-то Интересный Рейд Получился С одним Выстрелом В ногу Дикому И все Остальное Беготня Ну Такие Рейды Тоже Бывают Зато Целый Лев Будет Лежать Наготове В складе А то Потом Я Запарюсь Его Искать Честно Все Пожалуй Я вышел Да Да Вышел Пойдет Может быть Тогда За флешкой Раз уж На то Пошло Что-то У меня Какой-то Азарт Нездоровый С этой Флешкой Я Наверное Еще раз За дикого Схожу На Резерв Коллеги Часть Вторая Передаем Набор Санитара Хирургический Я не думал Что получится Это сдать И думал Заново Пройдется Искать Но Нет Сработало Игра Наверняк Тоже Засчитана Маркировка Так что На Норвенский Пожалуй Мне больше Нет Никаких Поводов Идти Пошли Тогда За дикого Поищем Эту Флешку Треклятую Зайдем Еще раз На Резерв Если Не найдем То Я Больше Не буду Ходить На Резерв Конкретно За Флешкой В свое Время В своем Месте Я По Любому Найду Хоть Одну Флешку И сдам Егерю Позже Много Времени Ходьба За Дикого Занимает По Резерву Причем Цель Рейда Всего Лишь Одна Флешка И Ты Не Знаешь Конкретно Где Она И Будет Ли Она Опачки Здравствуйте Вы Че Кого То Ждете Че Ты Зашел Даже Не Понял Че Там Сидит Так Так Медицина Даже Есть Смотри Нормаз И Пинтик И Жгут И Аптечка Целая Опа 213 Еще Какой-то Ключ Нашел От Восточки Ну че Братулец Как тут Где тут Вот здесь Да Картотеки Че Ты Сидишь Так Кого Боишься Там Где-то Дикий Стреляет И ты Из-за Этого Присял Или Кто-то Наверху Там Есть Я Когда За ЧВК Играл Меня Вот так Вот Сидели Опа Врубан Нормально Это 50 тысяч Примерно Меня Вот так Вот Дикие Сидели И На Первом Этаже Пасли Пока Я Лутал Второй Этаж Пока Я Лутал Третий Этаж Они Все Это Время В В Коридорах Сидели Вот Так Возможно Тут Кто-то И Есть Да Хотя Нет Двери Закрыты Все Вон Там Кабинет Открыт Возможно Это Кстати Квестовый Кабинет Так Поехали Шуршать Дальше Да Занищ Хотя Он Бесполезный Лут Не то Что Бесполезный Он полезный Конечно Но он Невыгодный 13 тысяч За него Заплатят Этого Мало Фигня Арафат Может Заберем Ужаснее Выглядеть Будем Распугаем Кого Слушай А там Нет Картотек По-моему Где-то Тут Раньше Картотеки Были О Есть Картотеки Нормально Нормально Свеча Как Много Свечей В этих Картотеках На резерве С ума Сойти Мне эти Свечи Пока Нужны Правда Я не помню Сколько Конкретно Там Они для Генератора Третьего Уровня Там Теперь Десять Свечей Надо Там Постоянно Меняют Условия Сейчас Пока Я соберу Эти Десять Свечей И пока До Третьего Уровня Механика Дойду Там Уже Надо Будет Двадцать Каких Нибудь Свечей Гринбад Хорошо Продать Тоже Можно На то Что Мне Нужно Нет Совсем К сожалению Но Если Я Нахожу Флешку Я Просто Отваливаюсь С рейда Быстрее Ветра Даже Стрелять Будет Бесполезно Потому что Пуля Не догонит Если Как Втопит СВ 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 Не знаю Что Не СВ Навряд ли Что Это Стоит Ну Ладно Заберем Не Помню Точно Что По ценам Поэтому Можем Ошибаться Может Что То Ценное Пропускаем А Может Наоборот Что Какой То Хлам Забираем Пошли На Третий Там Бухгалтерия Надеюсь Там Никто Не Засел Тишь Догладь Это Хорошо Вот Анклон Дайк Ну Давай Не В Пэдлу Мне Одну Флэху И Вся Любовь Джуфон Заберем Кто-то Приперся Что Ли Опачки Ну Че Ты Кошмаришь Меня О Ё Мое Людей Пугают Только Чуть Штаны Не наделал Поворачивайся На тебя Ствол Такой С Каким Намерением Непонятно Толяры Ты Пострел Да Кто Со Страху Не Помнил Смотрел Нет Ты Мои Картотеки Пошел Смотреть Что Нет Ты Посмотри А Закон Подлости Это Это Вот Бы Забрать Тоже Не В Картотеках Тебе Не В Компах Торчащих Флэшек Да Раньше По-моему Чаще Эти Флэшки Попадались В Компах Торчащие А может Быть Просто Уже Стараканили Я Просто Прошел Уже Поздно Хотя Ничего Не Лут Она Все Двери Закрыты Весь Лут На месте Нет Нету Ничего Тут Я Смотрел Тогда В Белого Коня Блин Он Здесь Топает Честно Говоря Ну Давай Честно Говоря Он Меня Немножко Напрягает Тот Который Ход Там В Черном Коне Пусть Лучше Я Пойду Белым Попялюсь Так А Вот Тут Как С Дверьми Дела Обстоят Они Все Открыты Изначально Кажется Да Или Я Ошибаюсь Здравствуйте Тут Тут Картотеки На первом этаже На втором этаже И на третьем этаже Тут На каждом этаже Есть Картотеки Ну Стопудово Должен найти Флешку Плюс Еще две Картотеки Там На выходе У меня Возле выхода Но не может быть Чтобы я Столько Картотек Перешарил И не было Ни одной Флешки Не то Вот опять Кто-то Шарится Тут Он за мной Ходит Что-ли Или Дисел Лутается А где-то Тут Я Видел Блин Он то ли За воротами То ли Он Упс Мискузи Это по дереву Топает Может он вообще Наверху Там на крыше Оба На Здорово ЧВК Рюкзачок У него Можно стырить Еще Еще не надо Можно оставить Это не надо Это не надо Во Во Лутаем Значит дальше Место появилось О Нормально Полный Драбаш Еще и на Магнумах Очевидно Получше Чем Тоз Вот Еще Картотека Странно А где он Топал Там Я чуть не понял Или он на улице За воротами Топал Да Вроде там Обычный Лазит Гемостатик Гемостатик У меня есть Гемостатик Нам не нужен А вот Ксюха Вот ее Можно и вместо Прицел Только Отнимем А еще и Новая Еще и Полный Магазин На БПшках Пойдет Блин у меня же Тарковских Стрелков Там Ту его Хуча Будет Наверное Ксюху Фить Пехот Куфить Мы на нее А потом Если что Ствол Покороче Поставим Заджебошим Тарковский Стрелок Либо продадим Она же С галкой Все Тогда Заберем Включился Хомяк Тумблер Х Включен Горбушу Заберу И Картотеку Посмотрю Ну все Я доволен Давайте мне Флешку И я пошел Две пушки Есть Лута Чуть Чуть Есть Денежку Уже Наколымим О Еще Powerbank Не Дурно Только Вот То Что Надо Мне Нету Ничего Так Теперь В очко Сюда Как Марио В подземках Вот Они Родненькие Я за вами Пришел Показывайте Чем Богаты Газан Если Так Дальше Пойдет То Я Тогда Еще И В штаб Пойду Честно Конечно Интересно Все Это Вынести И Продать Тут Уже Есть Что Еще 220 Красоты Да Это Че Такое На Мосинку Направляшка Ну и Все И Ничего Я Не Нашел Никакую Флешку Капец Пойдем Искать Тогда В этом Самом На КПП Возле Выхода Опа Это не Чупика Случайно Щелкали А Нет Это Тут Короче За Эту Комнату Мочилова Было Вот Кстати По квесту От Прапора Где Он Просит Пронести Военный Аккумулятор И Уфз Снаряд Вот Здесь Бывает Спаунятся Прям Пачками Уфз Эти Снаряды Тут Вообще По идее Вкусная Комната И Ключиком От Этой Комнаты Обзавестись Не Помешало Бы Опа Че Такое О Вот Этого Газ Мы Вообще Продадим Нормально Еще и Патроны Че Скинуть Горбуху Схаваем И Все Ничего Выкидывать Не Надо Это Сунды О Да Там Еще и Патроны Какие-то Есть Может Патроны Продадим Ничего Ничего Вижу Ладно Тут По ящикам Лазить Такое Себе Вот В общем Вот тут На Палетах Возле Техники На самой Техники На ящиках На этих Зеленых На БМП Родненькой Везде Могут Быть Эти ОФЗ Но Видимо Все Староканили Мой Люк Родной Мех Вода Я же Механик Водитель БМП2 Сейчас Наверное Уже И завести То не Вспомню Как МЦН БЦН И прочие Прелести Ну вот Битком Я Битком Интересно Это все Блин Юсек Лежит Надо Жетон У него Староканить Я так Друг Запада Просто Вот так Бомжу Я сдам Останется Только Наказать Потом Пацанчиков Найти Где-нибудь И надо Уже Закругляться У меня Уже Таймер Тут Даже Красный Надеюсь Чупика Там Не Наблюдаю Потому что Убили Его Наверняка С Чупика Нет Убивайте Все Пойдем К картотеке Глянем Опа Не лутано Хорошо Сейчас мы Это дело Быстренько И проверим А тут Походу Кто-то Порылся Порылся До выхода Еще Этих Диких Пустая Картотека Блин Порожняк Да ну А жаль Жаль Ноль Просто Выгребли Пошли В штаб Тогда Я не хочу Так Зачем Бля Че Дикий Бот Похоже Че Говоришь Адар Говорит Адар С которого Можно Снять Прицел И Умку Можно Будет На себя Напялить Так Еще Больше Барахла Вынесем У него Там Есть Вкусности Кофе Болты Гайки Пойдет Пойдет Мне Эти штуки Болты Гайки Для Убежища Пригодятся ВТ Патрон Модули Давай Вот сюда Вот так Это Выкинем Так А зачем Я Подожди Можно Не перекладывать Назад Сюда Сюда И вот Так Во Ништяк Сюда Сюда А он у него Разбитый Нафиг он Бестолковый Бесполезный Это можно Выкинуть Вот так Вот Все Красиво Пойдем Картотеки Еще посмотрим В штабе Минуты До Третьей Наверное До Четвертой До конца Рейда И все Мне до забора Тут хватит Добежать Наверное Три минуты Тела Лежат Наверное Без жетона А это Дикий Вообще Лежит Ну и Ладно Так Здесь Где-то Была Комната С Картотекой А где Конкретно Это Да Точно Ага Есть Ну дайте Пожалуйста Неужели Я зря Полчаса В рейде Тут Проторчал Нифига Патроны Ни О чем Блин Что-то Аж Как-то Досадно Становится Блин Когда Целый час Тратишь И находишь Только Одну Флешку На это Все Дело Где же Тут Еще Была Комната Тут Все Открыто Уже Тут Походу Выгребли Все Да Есть Пару Картотек Но Вероятнее Всего Их Уже Обшарили Еще До того Как Дикие Появились Кто-то Лазил По Картотекам Видимо Тоже Ищут То ли Флешки То ли Что Может Просто Лутом Набивает Мешок Такое Беспонтовое Все Осталось Все да грустно как-то так что у нас там по время пять минут есть эту еще одну картотеку гляну да и все на блин открыто все и я думаю это все уже смотрели осмотрели свеча все плохо не нашел я ни черта нет картотек 4 минуты осталось здесь точно все их осматриваю и домой да ну и 203 ну хоть так пошел я домой делать больше здесь нечего и времени у меня на ничего дела не больше нет у меня три минуты ровно для того чтобы добежать до выхода где то еще сумка была ладно я пошел это не успею еще где-то там она для не получилось офигеть не получилось найти флешку как так за весь рейд полезное для квестов я нашел только жетон с трупа юсека и всю вся полезность ну ладно окей по деньгам сейчас еще выручим очень смотри у него хоп он не лутами они там лутами еще один под стенкой валяется капец тут это для карателя заберем да все я все чем можно было все стащил только если колючку еще срезать намотать на кулак на локоть точнее да и в цвет мед какой-нибудь сдать вот так все что можно выиграть но не получилось найти флешку очень жаль потерянное время честно говоря больше не буду наверно ходить за дикого за этой флешкой за чего к найдем где-нибудь берег 1730 пойду долго лазить не буду на берегу я уверен что мне хватит этого времени так как мне осталось только на коттедж и на лазурный залететь будем надеяться что появимся где-нибудь удачно на карте либо за лазурным либо где-нибудь ближе к западному крылу ну выход в тоннеле значит я че черт знает где до изба стоит у понятно появился я неудачно на карте скажу честно появился неудачно мне сейчас придется куда идти тогда тарковский стрелок можно попробовать сделать блин даже не знаю вот сейчас в таких условиях как какой маршрут себе придумывать как его выстраивать и тарковский надо то есть дистанция и все на свете надо вдоль воды что ли пройду хотя бы до норвенского нас на сам норвенский не буду заходить посмотрю что там на заправке будет кто или не будет и можно будет на газ двинуть а там уже решим что дальше истаган портовый да и в портовой тишина печально заправку что ли посмотрим тогда давай может на заправке кто будет че за фигня обычно блин к этому моменту я был уже давным давно закрыл этого тарковского стрелка там мне двоих диких всего дайте и все мне за глаза если б я знал я бы на портовой зоне в прошлый раз не отпускал бы дикого тогда пошел бы и докопался все равно бы до него хотя бы ноги бы сделал нету никого вот так и живи нет никого диких когда они нужны а когда думаешь блин лишь бы диких не было лишь бы диких не было они придут пачками и будут те еще и материть трехэтажным матом да ну чё правда не и тут нет что ли никого прикольно прикольно ну ладно чупа чупс еще есть какой никакой вариант если там нет диких то хотя бы можно будет картотеки и сейф посмотреть на наличие флешки тоже той же грёбаной а мы сейчас нормально сделаем мы сейчас попробуем посмотрим если на крыше никого нет блин гадя успел стрельнуть да нафиг ты кипиш то поднял я же на ту сторону бы перебежал сейчас бесшумно а вот теперь сейчас кто в округе снайпера какие если вдруг сидят они стопудово сейчас будут смотреться сюда да ну и ладно угорайте тут сами тогда короче и внизу по моему никого не вижу фиксим давай посмотрим чупа чупс чупа чупс есть шанс найти флеш если я найду флешку я без разговоров просто развернусь и пойду домой честно что эту флешку потом искать я манал у меня сейчас уши сделают а уж о да нафиг а тебе сша что тут пацаки нету никого что ли и тут сюрпризов нет понял скажите мне что тут никто не был похоже на то похоже на то блин зря я наверное за поиски флешки взялся если честно но оно как то прям аж когда вот одну найдешь и думаешь да пофиг сейчас я вторую как найду найду и все нормально будет быстренько все сейчас как пойдет как по масло а нет есть она как будто байтанула меня такая в первом рейде я уже третий рейд не могу ее найти ни черта но сейчас я ее найду отвечаю кто ищет тот всегда найдет полный рюкзак всяких квестовых предметов маркеров и прочей прелести ежедневник а я хожу с этой флешками ежедневник и ежедневник у нас акция берешь и маленький ежедневник большой в подарок фигня это все ребятки уже солнце на закат надо идти в лазурку вот тут мы свое добро сейчас скинем наверное да чтобы не таскаться один маяк заберу и как раз разведаем местность что там получится или блин а если мне стреляться вот так вот сделаем лучше вот это сюда все сейчас мешок вот здесь где-нибудь скину и мосинку тоже скину нафиг она мне там не нужна и налегке по шурику как раз и поймем что тут происходит возможно такое наверное да что решала там со своими не подгрузится или очень в этом духе или там сто процентов шансы и твою мать он своих зовет это стекло сзади пацаны да твою мать ой 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 это это решало блин эти бегут нет 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 все тут жопа мама ради меня обратно нет нормально все я выжил сейчас тогда по-другому план бы включаем вот знал же что такая фигня будет отвечая вот знал же надо было на коттедж сначала сходить там все дела сделать там если я возьму этот офтальмоскоп то я на выход тоже пойду копошаться ладно пофиг закусимся попробуем что-нибудь сделать с ними получится получится нет так нет а то весь выпуск будет одно лутание тоже не вариант она как-нибудь аккуратно все это сделать прям ювелирно как-нибудь беспалевые происшествий тем более что рейд тихий я вообще удивлен вроде бы выбрал блин активные самые сервера а попался один фиг в тихий рейд что снаружи что ли точно так что то им пофиг они даже не почувствовали нифига суровые пацаки суровые пацаки суровые пацаны выходите по одному вообще без реакции пофиг надо их как-то расшевелить надо их спровоцировать на возню закатуху попробуем затариться тоже интересное укрытие получается но это решаловский есть тарковский стрелок да голова была остались ноги из болтовки что вы там так и будете сидеть пофиг вам я тогда санитара навещать пойду получится не получится так вот эту дверку бы я прикрыл хоп не подоглядывайте сейчас вы какие вопросы обкашлить надо блин и справа подкатили парня да нафиг нафиг вы так делаете то а нет они в админку пошли давай вали ну чё поехали все мимо эх ничего не попал как один на улицу свалил второй на меня есть красавчик пошел процесс магазин потерял а второй подтягивается сейчас мы все сделаем греха муха а это улица что ли подходит подожди это оказывается улица топала я подумал что шаги эти которые я слышал это по коридору второй тип подходит а не тот который с улицы блин а еще решаловские садминки вышли на улицу и начали стрелять мне в спину зажали жестко ну ладно чё так и запишем пацаны тяжеловато конечно в одного там что-то придумать можно было засуетился просто все забирайте пожалуйста жетон друзей запада у меня один друг только остался запада и все больше не будет друзей вся западня вся возня из-за флешки для егеря отвечаю вот мне чтобы разведцентр поставить и сварить эту флешку один фиг тупик мне надо пищеблок а чтобы поставить пищеблок мне нужен санузел а чтобы санузел поставить мне нужен водосборник а чтобы водосборник поставить мне нужен егер второго уровня прикольно да вот тебе и сиди и делай теперь эти квесты чтобы поднять его до второго уровня потом перенаварить все это дело серьезно говорю Это все-таки неправильно, ходить и делать для одного какого-то торговца квеста, надо динамично все это делать. Поднял первый уровень у всех, пошел по второму уровню, второй уровень у всех поднял, только потом приступать к третьему уровню и так далее и тому подобное, иначе из этого ничего хорошего не выходит. Нет, все-таки один квест я сегодня сделаю, это будет оружейник седьмая часть, мне нужно модифицировать Ремингтон 870, нужен дробовик с тактическим блоком, цевьем МакПул и тактической рукояткой, эргономика выше 58 и сумма отдач меньше 550. Собирается этот дробовик вообще очень просто, фильтр по связи, сразу же мы находим цевьё в первую очередь, оно тут одно, мое МакПуловское М870, его мы забираем, О, они даже там, смотри, есть со всякими направляшками и прочими приколами, тут даже с фонариком есть уже готовые, нормально. В общем, это цевьё берем, ставим его на дробаж и теперь можем ставить рукоятку и тактический блок, но для этого нужны направляшки, поэтому по цевью фильтр по связи, забираем направляшку для передней рукоятки и направляшку для тактического блока, стоят они копейки и то и другое. Втыкаем направляшки и теперь по направляшкам этим находим модули. По направляшке фильтр по связи, берем тактическую рукоятку KAC, я бы её, если честно, костылём вообще назвал, потому что она уже который раз выручает. И на вторую направляшку можем втыкать любой тактический блок, разницы нет, какой взять тактический блок, я взял тот, что подешевле на момент покупки был. Вопрос отдачи будем решать установкой пламегасителя, фильтр по связи по стволу, нам нужно будет сначала найти переходник для этого пламегасителя, в дульное устройство переходим. Нам нужен цилиндр, вот такой вот красавец. Устанавливаем его и теперь по цилиндру просто фильтр по связи и находим дульный тормоз GK03-02, то есть минус 14% он даёт к отдаче и это то, что нам надо. Можем сдавать. Если честно, вот этот костыль, рукоятка, это мне кажется она в ближайших патчах станет либо дорогучей, либо чтобы её открыть надо будет мир перевернуть вверх дном. Хотя может я ошибаюсь. Создаём квест, оружейник часть 7 мы выполнили, забираем награду, в награду нам даёт неплохо так опыта, ну и больше 100 тысяч рублей, это приятно. Оружейник часть 8 связано уже с АКМ, выполним мы его уже в следующем выпуске, если не забуду конечно же. Награда здесь более чем радует, 1500 евро и 2 биткоина, при том что затраты на сборку этого АКМ будут в разы меньше. На этом у меня всё, на сегодня буду заканчивать. Просыпайтесь те кто уснули пока я лутался, да я пытался найти флешку чтобы закрыть квест, нашёл, но одну, надо было две, не фартануло не повезло как говорится, никуда не денется эта флешка, найдётся. Спасибо за просмотр, благодарю за вашу поддержку, моральную, материальную, добрым словом или каким-то советом, спокойных вам рейдов или шумных кто как любит, главное чтоб кайф от игры получали. Всем удачи, увидимся, услышимся в следующем выпуске. До свидания.